Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. Коллеги из Global Japanese Tea Association подготовили блок японских чайных новостей за минувший август. Стало быть, пришла пора поговорить о том, как там в Японии. Самая любопытная, пожалуй, новость касается необычной коллаборации, которая возникла между одним текстильным предприятием в городе Нагоя и окрестными чайными фермами. Дело в том, что в процессе производства и окрашивания тканей накапливаются отходы, состоящие из натуральных волокон, из шерсти, которые наши японские коллеги решили попробовать использовать в качестве азотного сельскохозяйственного удобрения и уже внесли под чайные кусты. И осенью этого года намереваются выкосить на чайный рынок первые образцы чая, изготовленные из чайных листьев, собранных с подкормленных шерстью кустов. Мне не удалось найти никакой информации о технологии внесения таких удобрений, а это во всей этой шерстяной теме, на мой взгляд, самое интересное. Вообще, шерсть как удобрение используется в тех регионах, где распространено овцеводство. Раньше ненужную шерсть просто закапывали или запахивали в землю. Сейчас перерабатывают шерсть в гранулы и удобряют поля уже этими гранулами. Шерсть содержит разные микроэлементы, способствует удержанию в почве влаги и долго разлагается. Ну, то есть является удобрением долгоиграющим. Я что-то слышал и об использовании в качестве удобрения хлопковых отходов. Так что тема эта не новая, но как ее реализовали в Японии, да еще в привязке не к овцеводческому хозяйству или хлопковым полям, а в привязке к текстильному производству, любопытно. Ну и как японцы свой шерстяной чай будут называть и продвигать тоже интересно. Ну а в городе Кикугаво, что в префектуре Сидзуока, открыли набор заявок от желающих покричать на чайных плантациях. 1 октября на одной из окрестных чайных плантаций установят специальную сцену, на которую можно будет забраться одному или в составе группы лиц по предварительному сговору и прокричать что-либо эмоциональное. Ну там, спасибо за сына от Коли или выходи за меня. Поощряются также крики благодарности в адрес родителей и любимого города. В этом году мероприятие со страстными криками на чайных плантациях будет проходить во второй раз. Видимо, прошлый раз прошел успешно и решили повторить. О том, крики какого содержания приходят в голову мне с моим местами деревенским детством, я, конечно, промолчу. Замечу только, что когда в одной из книжек Андрея Кнышева я встретил формулировку «сбегание с пологого холма босиком с протяжным матерным криком восторга», то поразился ее удивительной точности. А еще коллеги из Global Japanese Tea Association собрали небольшую коллекцию японских чайных талисманов. Ну то есть визуальных образов, которые используются в разных регионах Японии для продвижения чая вообще или отдельных чайных проектов. Большей частью это разные зеленые человечки, но попадаются и зеленые обезьянки, которых, конечно, тоже можно считать человечками в первом, так сказать, приближении. Трудно, конечно, ожидать от регионального творчества каких-то ярких и прорывных находок. Собственно, их там и нет. Недавний зловещий покемон в форме чайницы с матчей получился намного более стильным и интересным. При этом, безусловно, на стороне региональных чайных талисманов милота и вписанность в контекст, которую издали просто не оценить. Ну и последняя японская чайная новость. Серьезная. С 22 по 25 августа в городе Ямэ, что в префектуре Фукуока, проходил 77 национальный конкурс японского чая, в котором в восьми категориях соревновались 832 чая из 17 префектур. Я о таких конкурсах уже как-то рассказывал, но все равно повторюсь. Поэтому конкурс очень хорошо заметно, насколько попсовый экспортный чайный ассортимент японского чая отличается от ассортимента внутреннего. Сразу бросается в глаза формальное отсутствие в списке конкурсных категорий матча. Формальное, потому что она там на самом деле есть, в виде тенчи, чая, который еще предстоит смолоть. Ну то есть самый раскрученный японский чай вниманием не обойден, но с нюансами. Ну и прочих занятных мелочей в этом конкурсе тоже хватает. Например, наибольшее количество конкурсных чаев соревновалось в категории гёкура, которого, напомню, производится не просто мало, а очень мало. Что-то в районе 200-300 тонн в год, если мне не изменяет память. Производители этого чая отлично понимают, что без понтов продать его будет очень сложно. Вот и вписываются массово в национальный чайный конкурс. Вдруг повезет, и можно будет повесить на чай дополнительную ачивку. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!